Сладкое имя Иисус Моё сердце поёт о нём А Спаситель Иисус моё Только Он мне даёт покой Его имя всегда со мной Всегда со мной Я буду славен Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду ведь Ему Аллилуйя, Аллилуйя Я буду славен Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду ведь Ему Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя И когда солнце свет горит Согревая всю землю Его Моё сердце отряд учить Иисусу даю славой Даю славой Я буду славен Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду ведь Ему Аллилуйя, Аллилуйя Я буду славен Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду славен Господа Христа Я буду помнить все Его дела Я буду пить себе Аллилуйя, Аллилуйя Я буду с вами Господа биться Я буду вольте вoreла Я буду пить себе Аллилуйя, Аллилуйя Я буду с вами Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господь, огнец свят, и ангелы поют, и мы вместе с ними поем. Мы славим имя Твое, Святое, Господь, ибо Ты пришел в нашу жизнь, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Господь пришел в сияние свое, Ибо славой полна земля, Чудный лик его отображен. В каждом, кто склонил пред ним себя, Небо слава покрыла меня, Небо славе свободен я, Агнец свят, ангелы поют, Присутствие его святом у трона. Господь свят, славу воздаю, Спасителю приступаю, Нороды. Господь, Господь. Я видел, Господь, Господь. Я видел, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Милость свою ты превознес нас судом, Возлюбил меня и вел свой дом. Милости Твоей полна вся земля, Милости Твоей полна жизнь моя, Милость свою ты превознес нас судом, Возлюбил меня и вел свой дом. Ты спас меня, и я правда освободил от мины. Ты спас меня, и я правда освободил от мины. Благодарю Тебя, Благодарю Тебя. Ты спас меня, и я правда освободил от мины. Ты спас меня, и я правда освободил от мины. Ты спас меня, и я правда освободил от мины. Ты спас меня, и я правда освободил от мины. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господи. Благодарю Тебя, Иисус. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И одеть меня в одежду хвалы и прославления В белые, чистые одежды праведности Господа Иисуса Христа Ни за какие такие мои заслуги, ни за какие такие мои старания и потуги Бог сказал, я буду твоим Богом, я буду твоим Спасителем И ты познаешь меня Это мой завет, не только с нацией, это мой завет с тобой Если я тебя нашел и искупил, это мое обращение к твоему сердцу Халлилуйя, Халлилуйя Господь Славим тебя Господь, благодарим тебя наш Бог Благодарим тебя Господь за слово Твое И благодарим тебя за послание Твое И за надежду Твою Господь, которую ты даруешь каждому мой Бог И Господи, что мы можем утешаться этой надеждой Из священных писаний, что там мы находим источник вдохновения для нашей жизни Мы благодарим тебя, что истина, она сокрыта в Слове Твоем И мы благодарим тебя, что Твой Дух Святой, Он открывает ее нам Каждый день приоткрывает Господь Мы благодарим тебя И мы сегодня здесь, Отец, потому что когда-то Ты нас простил Потому что когда-то Ты нас помиловал, Господь И нам это так понравилось, Господь Это так нас заинтересовало, Господь Это так пленило наши сердца, Боже Что сегодня мы хотим дальше следовать за Тобой Мы хотим посвятить свою жизнь Тебе Мы хотим воспевать Тебя и благословлять Тебя И непрестанно петь, что Твоей милости полна наша жизнь Слава Тебе, Бог Благодарим Тебя, Бог Благодарим Тебя, Господь, за Твое помазание, которое научает Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты открываешь тайны Твоей великой любви, Господь Благодарим Тебя, что Ты не вменяешь нам преступлений, Господь Благодарим Тебя, что Ты сам разбираешься с нашими врагами и побораешь за нас Благодарим Тебя, что Ты возводишь нас на гору Сион На гору Твоего обитания и Твоего присутствия И там научаешь нас путям Твоим, Бог Благодарим Тебя, Отец Благодарю Тебя, Отец Благодарю Тебя, мой Бог Благодарю Тебя, Господь Что время еще грядет, Боже И Твой народ спасется, Господь Тех, кого Ты намерен спасти, придут Тебе И благодарю Тебя за то, что в Библии сказано Что я и мой дом спасемся Благодарю Тебя, благодарю Тебя, Господь За совет, Господь, не только со мной Но и с моими родными и близкими Но и с моим мужем и моей женой Но и с моей мамой и с моим отцом Аллилуйя, и с близкими и дальними родственниками Благодарю Тебя, Господь За милость Твою, Господь За любовь Твою, за прощение Твое Пусть оно сегодня придет, Господь В полной мере, Господь То сердце, которое сегодня Находится под грузом вины Под грузом осуждения, мой Бог Пусть будет разбит этот груз И снят вовсе во имя Иисуса Христа Пусть придет, Господь Свобода прощения Пусть распахнутся крылья, мой Бог Пусть придет, Господь, свобода В Духе Святом во имя Иисуса Благослови, Отец Благослови, Господь Твое лето уже настало Солнце в зените славы светит И исцеление в Твоих лучах, Господь Оно поступает на эту землю, мой Бог Господи, обогрей каждого и всякого Во имя Иисуса Христа Мы призываем милость Твою сегодня На нашу страну, Господь Мы призываем милость сегодня На тех, кто противится Мы призываем сегодня милость Твою Которая изменит нас Которая нам даст желание Знать Тебя ближе Знать Тебя больше Быть старательней и любить Тебя Во имя Иисуса Благослови, Господь Благослови, Господь, от малого до великого Приведи, Господь Приведи к познанию милости Твоей Благости Твоей Любви Твоей Исцеления Твоего Прощения Твоего Восстановления Твоего Во имя Иисуса И все, что было потеряно и утрачено Господь пусть придет Всемеро восстановления Божия Пусть один будет посрамлен Это вор и разбойник Это лукавый дьявол Во имя Иисуса Благослови, Отец Благослови, Господь Мы взываем, Господи Мы молим, Господь, Тебя Также от церкви Твоей Господь, которая сегодня Которая сегодня находится под гонением Божи Мы взываем, Господь, о милости Твоей Мы взываем о безбавлении, Господь Мы взываем, Господь, о том, чтобы воля Твоя была Мы не знаем, какова она Для каждого отдельного человека Который проходит испытания Но мы сегодня хотим поддержать, Господь Мы сегодня благословляем, Господь, их, кто пошел и не оглянулся назад, кто взялся за плуг и не остановился, мой Бог, но пошел дальше вспахивать эти нивы, Господь, даже жертвуя собой, мой Бог. Мы молим, Господь, чтобы Ты был близок. Мы молим, чтобы Ты был рядом, Господь. Мы молим, чтобы от Твоего присутствия можно было черпать полной мерой. Мы молим, чтобы Ты наполнял сердце радостью и благодарностью, мой Бог. И, Господь, уста, хвалой и песнопением, Господь, во имя Иисуса Христа, так, чтобы и внешние взирая удивились, Господь, и задумались, и покаялись, и сами обратились во имя Иисуса. Благодарим Тебя, Господь. Слава Тебе, Иисус. За все Тебе честь, мой Бог, за все хвала, Господь. Ты знаешь нужды, ты осведомлен. Здесь записка есть, просьба помолиться за маму Вики Коревиной. Она сейчас в госпитале, врачи говорят ей, что осталось несколько дней. Тяжелое состояние, но я хочу также сказать, что мама Вики Коревиной пару дней тому назад, как я понимаю, да, приняла Иисуса Христа. Покаялась. Покаялась. Давайте мы помолимся. Кто знает, может, Бог и чудо явит, и избавит. Для Господа нет ничего невозможного. Да, мы говорим, пусть будет Божья воля, как Ему угодно, но мы в то же самое время просим об исцелении. Пусть Бог рассортирует. Мы не знаем до конца всех тонкостей и деталей, но мы знаем, что Бог, Бог чудес, и для Него нет ничего невозможного, если что трудное для Господа. И мы в это верим. Халилюя. Мы благословим. Господь, благослови, пожалуйста, Жанну во имя Иисуса Христа. Прострите ваши руки. Господь, мы взываем сегодня, мы благодарим Тебя за то, что Ты нашел ее сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, что она открылась. Мы благодарим Тебя за то, что была произнесена эта молитва обращения к Тебе, Господь. И Твое Слово говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И мы благодарим Тебя за спасение этой жизни. Но, Господь, мы молим сегодня и о Твоем чудном прикосновении, Отец. Мы молим об избавлении от этой болезни, чтобы она могла еще здесь, на этой земле Тебе послужить. Чтобы она могла еще здесь распространить весть о Твоей славе. Чтобы она могла еще здесь, Господь, воспрянуть, восстать, как диво для многих, мой Бог. Во имя Иисуса, благослови, приказнись, да будет постромлен этот рак. Во имя Иисуса, да избавится ее тело от этого натиска, мой Бог. Во имя Иисуса, от этой немощи, Господь. Приди, Господь, разомкни оковы, высвободи, Господь, ее. И дух, и душу, и тело восстанови, Господь. Благодарим Тебя за милость Твою. Благодарим Тебя за благость Твою. Благодарим Тебя за Жану и за ее исцеление, которое способно, оно может произойти. Во имя Иисуса. Молитва, просьба за детей молиться. За детей молиться. Мальчик Микки Николс играл в хоккей, сломал шею в прошлую субботу. Его родители послали записку по интернету. Находится в Мористаун Мемориал Хаспитал. Находится в Мористаун Мемориал Хаспитал. Находится в Мористаун Мемориал Хаспитал. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Молимся за Дамира Отца. Он проходит химиотерапию уже долгое время в Москве. Молимся об исцелении брата Юрия от рака. А от рака брата, еще одного брата, Слослава, от простуды, сестра, также у нее рак. Просьба помолиться. Сестра Татьяна, пусть придет исцеление. Просьба помолиться за моего сына Ивана от зависимости от алкоголя. Друзья, людям нужен Бог. Людям нужен Бог. Только Бог может помочь. Мы не можем помочь, но Бог может помочь. Кто-то помогает временно, от этого только больше проблем. Но Господь пришел освободить народ, избавить. И мы читали, дать исцеление сокрушенным сердцем. И открыть темницы, и выпустить людей на свободу. И вместо пепла, там где уже зола, там где уже все, нет никакой надежды. Там где уже дымит, там где уже тлеет, догорает. Дать украшение силы жизни, воскресения Господа Иисуса Христа. Друзья, мы верим в это. Давайте будем молиться. Господь, мы молим Тебя. Прикоснись, Отец, к этим сложным ситуациям. Бог, мы не можем по-человечески. Господь, мы не на свои силы уповаем. Мы всего лишь грешные люди. И без Тебя мы ничто, легче пустоты. Но мы знаем, что Ты, Бог, сильный и крепкий. И мы, Господь, сегодня сплетаем наши уста в молитве. И мы соединяем сердца, Господь, в этой просьбе, обращении, об этих нуждах, Господь, об этих людях, Отец. Мы просим, Господь, пусть придет избавление, пусть придет исцеление, пусть придет спасение, пусть придет освобождение, Господь. Мы просим, пошли Твои ответы, мой Бог. Мы просим, пошли Твое Евангелие, Господь. Мы просим, подкрепи слово чудесами и знамениями, Господь. Пусть придет исцеляющая сила и от темени головы до подошвы ног пронзит каждого, прикоснется, наполнит и вытеснит болезнь. Во имя Иисуса Христа мы благословляем, Отец, каждую отдельную жизнь, Господь. Мы благословляем этого парня, Господь, который сломал шею, мы молим Тебя о нем, Отец. Пусть, Господь, он восстановится, мой Бог. Пусть Твое имя прославится через это, Господь, потому что пусть это будет болезнь и к смерти, но к славе Твоей, Господь. Во имя Иисуса это случай, Господь. Пусть он прославит Тебя, мой Бог. Во имя Иисуса благослови, Отец. Мы благодарим Тебя, что Ты любишь людей. Мы благодарим Тебя, что Тебе не безразличны люди, Господь. Мы благодарим Тебя, что Ты доказал свою любовь каждому, когда Ты умер на кресте, когда мы были еще грешными, Тебя ни во что не ставили, Ты продолжал любить, тем более сегодня, не даруешь ли Сынам Твоим Иисусом Христом всего во имя Иисуса. Даруй, мой Бог, сегодня все необходимое, Господь, все необходимое, мой Бог, то, что Ты желаешь дать, а мы знаем то, что желаешь Ты, это благо, это на добро, это хорошо, это классно, здорово, чудесно, прекрасно, это вечно во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Отец. Аминь. Давайте мы принесем наши приношения, пусть Бог благословит, благодарим Тебя, Господь, за заботу Твою, Господи, обеспечение Твое материальное. Я молю Тебя, Господь, о тех, кто сегодня нуждается в работе, Отец, чтобы, Господи, Ты позаботился, трудоустроил, Господи, открыл Твои возможности, Отец. Там, где сегодня есть нужда, недостаток, Боже, мы просим, чтобы Ты покрыл, Господи, от избытка Твоего, по богатству славы Твоей Христом Иисусом восполнил каждую нужду, Отец. Я прошу, чтобы Ты благословил и в этой сфере также явил Твои чудеса. Нам дай сердце мудрое, разумеющее, как правильно распоряжаться своим бюджетом, не расточать, но также не быть чересчур экономными, Господь, сверх того, что желаешь Ты, мой Бог. Во имя Иисуса, пусть, Господь, эти финансы, принесенные в Твой дом, они приумножатся, и, Господь, будут направлены на то, чтобы Твое имя прославлялось и Твое царство распространялось на этой земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Если бы не ты, где бродила я по лужам, думая, что никогда никому не буду нужной. Если бы не мечтала, я бы ушла и не вернулась в этот мир, где любовь твоя меня коснулась. Ведь никогда и никто не любил меня, как ты. Ведь никогда и никто не любил меня, как Ты. Мне не жить на этом свете, не дышать твоей свободой, Не летать с тобой, как ветер, если не любил ты. Я ушла и не вернулась в этот мир, где любовь твоя меня коснулась. Ведь никогда и никто не любил меня, как Ты. Ведь никогда и никто не любил меня, как Ты. Никогда и никто не любил меня, как Ты. Никогда и никто не любил меня, как Ты. Проходит кота, но Твоя любовь со мной, Лишь с Тобой, Иисус, я обрела покой. Милость Твоя поднимает меня, ближе к Тебе. Небеса. Небеса. Никогда и никто не любил меня, как Ты. Ведь никогда и никто не любил меня, как Ты. Ведь никогда и никто не любил меня, как Ты. 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 Спасибо большое, огромное прославление. Вы можете садиться. У нас сегодня особенный день. Я хотел бы позвать всех людей, которые у нас сегодня принимают крещение. Пожалуйста, выйдите сюда вперед. Давайте Господу дадим большую славу, большие аплодисменты за этих людей. Проходите дальше, еще, еще. Восемь человек сегодня. Послушайте, несколько минут времени перед тем, как Вы будете принимать крещение. Я знаю, что Вы проходили все подготовку к крещению. И я думаю, что Вы понимаете, что для нас это не просто обряд. Это не просто какая-то христианская такая церемония традиционная. Апостол Петр говорит в своем слове, он говорит, что в Одниное, во время строения ковчега, восемь душ спаслись от воды, когда они вошли в ковчег. Это для них было спасение. И дальше он говорит, так и нас ныне подобно. Подобное сему образу крещения не плоской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Крещение это не просто обряд. Петр говорит, это не просто окунуться в воду, это не просто помыться. Для этого у нас есть ванна дома. Но он говорит, это, во-первых, обещание Богу доброй совести. Это вступление в завет с Богом. Я всегда сравниваю это с вступлением в брак. Мы можем выходить замуж или жениться. Мы можем быть женихом и невестой. Это еще дает возможности каким-то образом в случае каких-то ситуаций разойтись. Но когда человек становится мужем и женой, Библия говорит, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Это клятва верности навеки. И Писание говорит, что это крещение, когда мы погружаемся в воду, это говорит о том, что мы умираем для старой жизни. И когда мы встаем из воды, мы говорим, что мы теперь живем для Бога. Интересно, что вот это слово крещение на греческом языке, одно из его значений, это не просто погружение, одно из значений, это открыть дверь и захлопнуть за собой, и обратной дороги нет. Теперь я живу для Бога. И здесь Петр подчеркивает, а я именно это хотел подчеркнуть, что это обещание Богу доброй совести. Сегодня мы живем в время, когда христианство становится либеральным. Настолько либеральным в отрицательном смысле этого слова. Сегодня все позволяется. Слово Божие, оно остается вчера, сегодня во веки то же самое. Мы сегодня утверждаем, что мы верим, что Божье Слово, оно не изменено ни для какого времени. Время не является, но Слово Божие остается, и стандарты Божьи остаются. Аминь. Сегодня многие христиане позволяют себе очень много вещей. Они очень спокойно уходят от Бога. Библия говорит, что это последнее время. И в последнее время люди будут более сребролюбивы, наглы, напыщенные. И написано, более сластолюбивы. Или другими словами, любящие развлечения или увлечения. Более, чем Боголюбивы. И здесь очень важна вот эта добрая совесть, вот это обещание, которое вы сегодня Богу дадите, понимая, что вы делаете. Вы знаете, в 2013 году, говорят, где-то около 70 тысяч христиан было убито за веру в Иисуса Христа. Около 70 тысяч отдали своей жизни. И вместе с тем, сегодня западное христианство, оно так легко разменивается на какие-то эти временные удовольствия. И Библия говорит, дружба с миром – это вражда против Бога. Когда мы вступаем в крещение, мы говорим, Господь, мы будем верны Тебе до конца. Мы не, когда не откажемся. И для этого нужна добрая совесть. И нужно воинствовать. Апостол Павел написал Тимофею – это было время сильного гонения на церковь. Тимофей был пастором одном из самых больших церквей в то время. И многие лидеры, многие люди, которые шли за ним, когда они стояли перед лицом смерти, они должны были делать выбор – или отрекаться, или быть верными до конца. И апостол Павел, он пишет Тимофею, своему духовному сыну, он говорит, преподаю тебе, сын мой, Тимофей, сообразно с бывшими у тебя пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувшие, потерпели кораблекрушением в вере. Добрая совесть, то обещание, то клятва – это не просто слова. Иисус сказал, за каждое вы слово дадите отчет. Те слова, которые мы провозглашаем, в духовном мире имеют сильнейшее значение. И вы сегодня будете говорить, я верю, что Иисус есть мой Господь, и я обещаю Ему служить доброй совестью всю мою жизнь. В духовном мире что-то происходит. Бог ставит печать – это мой, это мой, это мой, это моя. И теперь всякий, кто касается Его, касается зениса моего ока. И Библия говорит, что Бог – Он не человек, чтобы лгать, не сын человеческий, чтобы изменяться. Мы провозглашали это слово. Если Он скажет, не исполнит разве то, что Он скажет, со своей стороны свою клятву Он исполнит. Но здесь Павел пишет Тимофею, ты должен воинствовать, как добрый воин, имея вот эту добрую совесть, чтобы ее не отвергнуть, потому что многие отвергнувшие потерпели кораблюкшению в вере. И Иоанн – один из учеников, единственный из двенадцати, который не отдал свою жизнь за имя Господа. Все одиннадцать были тем или иным образом убиты, умершлены. Некоторые были разрублены мечами, некоторые были распяты, некоторые просто побиты камнями. Он один остался. И он пишет книгу «Откровение». Очень интересно. Книга «Откровение» написалась как раз в самое страшное время. Даже еще хуже Нерона восстал император, который уничтожал Церковь Божью. И вот написано «В день воскресный» в русском переводе, а на самом деле в оригинальном написано «И в день Господень», «Господний день» вернее, вот так будем говорить, «Видел он видение, он увидел Иисуса». «День Господень» – это был день, когда этот император назначил один день. В году, чтобы все люди приходили, поклонялись Ему и говорили, что Цезарь есть Господь. Это было испытание для христиан, которое не должны были отречься, потому что у нас есть один Господь – Иисус Христос. И сегодня этим крещением мы утверждаем – Он для меня Господин на всю мою оставшуюся жизнь. И это было решение. И Иоанн пишет это послание на самом деле, особенно 2 и 3 глава. Он говорит – побеждайте, не отрекайтесь, как многие отрекаются, потому что достаточно было произнести, что император есть Господь, что Он есть Бог, и ты освобождался от всяких наказаний. Иначе или сажали в тюрьму, или убивали. Я не говорю, я говорю сегодня о крайних случаях, но я говорю об истории. И Он говорит – побеждающие, Он там говорит всем, недавно мы слышали проповедь, всем вещей, которые наследуют те, которые будут побеждать. Воинствуй, как добрый воин, имея вот эту добрую совесть и не отвергнете ее. Эту совесть – это обещание, которое вы сегодня будете давать перед Богом. Нам это невозможно, но Духом Святым это возможно. И мы сегодня попросим, чтобы Дух Святой запечатлил, утвердил, чтобы для вас это был особенный день. И Писание говорит, Петр говорит, и всему подобно образу крещения, не просто такой ритуал, не имеющий значения, когда люди не признают этого, но когда они понимают, что это мое обещание доброй совести спасает меня воскресением Иисуса Христа. И будет тот день, когда, если мы сохраним нашу веру и верность и добрую совесть, и вы будете стоять перед Ним и услышите слова «Добрый и верный раб, войди в радость Господина Своего». Этого я желаю всем нам, вместе с теми, которые сегодня крестятся. Давайте мы встанем сейчас. И мы по-настоящему призовем имя Господне. Имя Господне, которое есть крепкая башня, в которой праведник укроется и будет безопасен имя Иисуса, мощное, могущественное имя, которое сказал «Я воскречу Духом Святым», который дал Духа Святого, это самая сильная личность сегодня, самая важная личность на земле. И Он здесь на земле, чтобы быть помощником нам во всех наших делах. Пусть Дух Святой станет помощником вам, чтобы вы были верны Ему, сохранили добрую совесть до последнего дыхания своей жизни. Отец, во имя Сына Твоего, могущественное имя Иисуса Христа. Мы призываем, Господь, Твое благословение, Твою защиту, Твой покров. Мы призываем силу и могущество Твоего Святого Духа на каждого нашего брата и сестру, которые сегодня стоят перед Тобой. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Дух Твой Святой привлек их к себе. Благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что Ты привел их к Отцу через Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, что Ты поселился в их сердцах. И мы сегодня, Господь, просим о Твоей благодати, особенной благодати, Господь, для них, Господь, чтобы эта добрая совесть, которую они сегодня, Господь, они обещают Тебе добрую совесть, дают это обещание, эту клятву, пусть она будет исполнена при всех обстоятельствах жизни, чтобы не случилось, Господь, чтобы не произошло в их жизни, Господь, чтобы не случилось в этом мире, чтобы они были верны Тебе до конца, Господь. Господь, мы призываем Твое имя, Господь, Бога нашего защитника. Защити их от этого мира, от этих соблазнов этого мира, от охранения всякого падения, от всякого нечистого духа, от беспорядочных людей. И пусть они исполнят Твою волю, все, что Ты имеешь для них, Господь, все, что Ты запланировал для них, Господь, для их жизни. Пусть, Господь, воля Твоя будет исполнена. Предаем Твоей благодати, Господь. Запечатлись сегодня, Господь. Пусть особое нечто сегодня произойдет. Покажи свою реальность и свою силу, Господь. Поставь свою печать на них, Господь. Ты сказал, эта печать есть, а они мои. И да отступит от неправды всякий исповедующее имя Господне. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты есть отец, за то, что Ты возлюбил их, за то, что они Твои дети, Господь. Прикоснись сегодня, Дух Святой. Просто излей в них по слову Твоему эту отцовскую любовь. Пусть они сегодня переживут, как Ты любишь их, как они драгоценны для Тебя. И что все, что касается их, касается зеницы Твоего ока. Чтобы эта любовь, она изгнала всякий страх во имя Иисуса Христа. Слава Тебе привела их в вечность, Господь. Во имя Твое. Амин. 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 Аллилуйя. Время пришло. Это день, который ждали очень многие, с нетерпением. порядок у нас будет очень простым первыми пойдут пресвитеры они помолятся о воде помолятся о том чтобы Бог благословил это духовное действие потом пойдут братья почему братья первые мы они сестры многих этот вопрос очень сильно интересует я скажу в конце собрания чтобы вы долго думали и потом сверили правильно ли совпадают наши позиции вы будете думать вы хоть спать не будете во время собрания первый вопрос который спросят вас верующие в Господа Иисуса Христа как своего личного спасителя обещаешь ли ты ему служить доброй совести веря согласно обещаниям и крестить его имя Иисуса Христа я вам скажу этот день по значимости наверное второй после вашего дня рождения я думаю что он по значимости важнее дня вашей свадьбы я вам советую этот день пометить в календаре и праздновать его каждый год как большой праздник хоть сами хоть с роднёю хоть с друзьями отмечайте потому что это очень важное событие сегодня заканчивается всякая собственность над вашей душой любого собственника все кто имел претензии до вас на вас свои планы свои расчёты какие-то духовные долги обязательства в которых вы оказались по собственной воле может быть по воле родителей может быть дедушки прадедушек кто кому вашу душу продавал сегодня все эти договоры потопим аннулируем они закончатся абсолютно новое начало вы можете даже вещи которых вы не знаете но писание написано вы крестились смерть его крестились со крестом погреблись вот почему мы крестим полным погружением до последнего волоска под воду должны пойти чтобы ничего не осталось и чтобы дьяволу не осталось никаких шансов на претензии к вам с этого момента вы свободны чтобы служить Богу вы не освободитесь от кредитных карточек вы не освободитесь от моргидей но от духовных долгов вы получите полную свободу вы получите полное право поставить палец между глаз дьявола сказать пошёл вон я тебе не принадлежу не имеешь во мне никакого права и всё небо вся вселенная вся Божья сила подтвердит ваши слова аллилуйя аллилуйя мы даже до конца не понимаем ту мощь и силу духовных прав которые вы получаете в момент водного крещения вот почему это дата которая войдёт в ваш календарь на всю жизнь о ней пусть помнят ваши дети о ней пусть помнят ваши внуки что в этот день вы обещали Богу добрую совесть да поможет вам Бог поэтому братья-пресвитеры пожалуйста благослови вас Господь поднимайтесь нас вверх благословляйте воду и по одному а подождите давайте мы сделаем фотографию пока мы все в белых одеждах красивый пастор и служитель давайте мы встанем и сделаем одну пикчер такую торжественную потому что вы такие красивые будете один раз пастор Юрий давайте мы сверху вот здесь вот для памятки кому-то захочется один момент аллилуйя пожалуйста пастор Юрий пастор Юрий пастор Юрий пастор Юрий пасОл solidarity bury пасно Господь благодарим тебя спасибо что можем быть очевидцами свидетелями этого важного великого события просим чтобы ты благословил Каждого, кто будет принимать крещение Благослови он нас, Господь Благослови эту воду Благослови каждого, кто находится в этом зале Во имя Иисуса Христа Аминь Брат Валерий Веруешь ли ты в Иисуса Христа Как своего личного Господа и Спасителя Верую Обещаешь ли ему Служить Чистой и доброй совестью Обещаю Согласно Твоей вере, Твоему исповеданию Мы крестим тебя Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Сына и Святого Духа Благослови 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 Дорогая сестра Татьяна, веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Бог и твой личный Спаситель? Верую. Обещаешь ему служить доброй и чистой совестью? Обещаю. Обещанием твоим, поверить твоей, накрестим тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Амин. Смирил бы меня ты, Бог, своим величием, найду я все, что так нужно мне, вечно люби всегда, вечно люби всегда. Свою гордость смирив и мечты отложив, чтобы в духе и истине петь. Все желания важны для меня, Ты, Сын, мой Бог. Дорогая сестра Светлана, веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Бог и твой личный Спаситель? Верую. Обещаешь ему служить чистой и доброй совестью? Обещаю. Обещанием твоим, поверить твоей, накрестим тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Амин. Я склоню себя у ноги от твоих, смирил меня ты, Бог, своим величием, найду я все, что так нужно мне, вечно люби всегда, вечно люби всегда. Дорогая сестра Татьяна, веруешь ли ты, что Иисус Христос твой личный Господь и Спаситель? Верую. Обещаешь ли служить Ему чистой и доброй совестью? Обещаю. Согласно твоей вере и твоему обещанию, мы крестим тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Амин. 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 Сау. Амин. Дорогая сестра Валерия, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Бог и твой личный Спаситель? Верую. Обещаешь ему служить чистой и доброй совестью Обещаю По вере Твоей, по обещаниям Твоим Кресим Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа Амин 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 Дорогая сестра Мария, веришь ли, что Иисус Христос Твой личный Господь и Спаситель? Обещаю. Обещаешь ли служить Ему доброй и чистой совестью? Обещаю. Согласно Твоей вере и Твоему обещанию мы крестим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обещаю. 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 Мое отныне и вовек. Аминь! Аллилуйя! Можешь сейчас садиться. Аллилуйя! Вот это праздник. Каждый раз, когда это происходит, невольно возвращаешься к тому времени, когда сам. Мне было 20 лет. Я только пришел из армии. Через два месяца после дембеля я принял водное крещение 15 июля 1990 года. На озере, перед многими свидетелями, это было что-то уже новое, первые признаки свободы в стране. Можно было уже водное крещение принимать открыто на озере. Никто не преследовал, никто не арестовывал, никто не штрафовал. Это было что-то новое. Потому что до этого нужно было делать ночью, нужно было делать где-то... Пастор Юрий принимал крещение водное ночью, чтобы не знала милиция, не знала КГБ, не видел, не знал. Все равно они все знали, видели. И своих детей ночью тоже сами крестили. В интереснейшей мы стране жили с вами. Поэтому времена меняются, но Бог не меняется и дьявол не меняется. Бог добрым был, добрым остается. Дьявол лукавым был, лукавым остается. Кто служил и хотел служить Богу, служил тогда и сегодня служит Богу. Аллилуйя, это дело абсолютно добровольно, но зависит от познания, которое человек имеет. Аминь. И если бы меня родители не воспитали и не говорили мне о Боге, наверное, я бы в 20 лет тоже не крестился бы. Но кто-то что-то сделал для меня доброе. Поэтому мне было понятно, я по-другому своей жизни не представлял и не представляю. Откройте ваши Библии. Если они у вас есть, пожалуйста, послание святого апостола Павла к Иехвесянам, вторую главу. Вторая глава, с первого стиха. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог богат и милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, а животворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. «Ибо благодатью вы спасены через веру, это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием. «Совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чуждых заветов обетования, и не имели надежды, и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Аллилуйя! Это прекрасное местописание говорит нам о том, что Бог совершил с нами, в нашей жизни, для нас. Прекрасно описывается действие Бога. «Благодатью вы спасены» – это не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился. Божья часть совершенная, Божья часть идеальная, Божья часть не требует доработок, она закончена. Но вопрос стоит о том, а какова же наша часть? Какова же наше участие с тем, что в нашей жизни совершил Господь Бог? Оказывается, можно по-разному отреагировать на действия Бога в твоей жизни. Писание говорит, что мы жили по воле князя, господствующего в воздухе. Скажите, дорогие мои, кто из вас реально ощущал, понимал, что вы, живя без Бога, конкретно живете, выполняя волю дьявола? Немногие, немногие, вы знаете, это очень интересно. Немногие люди чувствуют, что, живя без Бога, они чью-то волю выполняли. Многие люди чувствуют, что они просто живут так, как им хочется, как они хотят, как им нравится. Но Писание, Божий взгляд на это происходящее, совсем другой. Бог говорит, что когда мы не жили по Его воле, мы жили по воле другой. Мы понимали это или не понимали это? Когда человек убивает человека, скажите, чью он волю творит? Между собою один злой на другого. Между собою у них какие-то отношения. Между собою один обидел другого, и обиженный убивает обидчика, чувствует себя на коне. Но скажите, с точки зрения Бога, который на это все смотрит, убивающий волю, чью выполняет? Он вроде бы удовлетворяет свои гневные чувства, но выполняет волю кого? Самого главного, убийцы вселенной, который просто мечтает всех поубивать. Потому что Писание говорит, что ял приходит для чего? Украсть, убить, извиняюсь, и погубить. Вор, который ворует, или вы когда воровали, как вы думали, о, сейчас я сделаю дьяволу приятное. Дьявол будет такой довольный сегодня. Я стащу с фабрики, две сумки вынесу через проходную, никто меня не заметит, но дьявол будет радоваться сегодня. Я ему сделаю день. Мы же так не думали, мы сами как дьявол радовались. Я вспомню в детстве, не знаю, может быть, ваше детство было другим, но я оглядываюсь, думаю, Боже мой, как ты был милостив ко мне. Представляете, мы как дети творили вот всякие разные такие чудеса любили. У нас был праздник 13 января. Знаете, что мы делали ночью? Кто западной Украины? Я не знаю, на востоке вы в России это делали или нет, но мы делали в эту ночь всякие пакости. Мы шли к соседям, переворачивали их колодцы, переворачивали их ульи, так называемые, извиняюсь, выносили их на дорогу. Всякие пакости творили. И я вспоминаю, сколько удовольствия мы получали. Сколько было мата на следующее утро, знает только один Бог. Но скажите, что это за радость такая была? Почему мы это делали? Почему друг к другу, делая пакости, мы переживали определенный уровень удовольствия, я не говорю экстаза? Когда мы шли к учительнице или к директору школы, привязывали к дверной ручке за веревочку ниточку, цепляли там под крышей ведро с водой, и когда они дверь открывали, это ведро с водой бух на голову. Счастья! Скажите, кто радовался на самом деле? Была в селе свадьба, народ, как всегда, ликует, 100 грамм, где 100 грамм, там и 200, а где 200, там и 300, а где 300, там и 900. И народ идет от одного дома к другому, от невесты до жениха, ремонт дороги и песком все высыпаны. Что мы делаем? Мы делаем, мы копаем ямы, ложим газетку, присыпаем сверху легонько песочком, и люди идут, представляете себе? Бу-бух в эту яму! А мы довольные! Удовольные! А они там матом трохитажным нас, а нам все равно, нам лишь бы радость получить. Скажите, откуда вот это, источник этого удовольствия? Другой случай, в селе две улицы, одна главная, вторая почти главная, или считалось, что она тоже не менее главная. Знаете, как в селе, каждый свою улицу хвалит, и между этими улицами небольшая такая соединяет проулочек. Опять же, свадьба на одной улице, на другой, и опять по этой улице будут сегодня очень много ходить. Мы что делаем? Мы берем веревочку, в темноте перевязываем этот переулочек, и сидим в кустах и ждем свою жертву. Представляете себе? И тут ба-бах! Ну, естественно, люди в свадьбе как идут? Ели ноги, те же со всех сил, знаете, делаем вид, что вообще почти не пил, а тут какая-то ниточка еще под ногами запуталась. Ба-бах! Та же самая история. Что мы делаем? Знаете, человек встает и пытается же нас догонять, потому что у нас же силы нет удержать смех. Мы начинаем смеяться, и человек, она разбирает зло, и он начинает нас догонять. Так мы поняли, что, слушайте, раз нас еще хотят наказать за это, так мы, у нас еще, знаете, своя злость есть. Мы берем вторую ниточку, привязываем, и еще третью ниточку привязываем, и начинаем убегать. Человек начинает нас догонять, попадает на вторую, поднимается, попадает на третью, а потом смиренно уже идет и ищет ниточку в темноте, и нас уже не догоняет. Это детские шалости. Скажите, откуда? Откуда? У вас были свои шалости? Я знаю, что если вы рассказаете свои истории, мы тоже здесь здесь посмеемся, но на самом деле это все показывает нашу истинную природу, что нам радостно и что нам печально. Мы не делали кого-то там зла такого, знаете, чтобы человек конкретно какое-то зло причинить. Но вот какая-то, знаете, такая сегодня оглядываешься, думаешь, ну вообще отчего было радостно там? Отчего был вот этот экстаз, удовольствие? Ну доигрались мы, участковый шел этой дорогой. Он оказался трезвый, к удивительным чудам каким-то. И в нас догнал, и всем нам подзатыльников он подадавал. И вот он получил удовольствие в конце всех. Вот мы живем без Бога интересной, радостной жизнью. Творим чудеса свои, потом за них платим цену, и потом рассказываем друг другу, что мы за это не попались, и за это мы не попались. Но на самом деле это жизнь человека, который не открыл источников радости в Боге. Вы знаете, человеку, который не познал Бога, ему свойственно радоваться, когда человек, который когда-то причинил тебе зло страдает. Знаете, тебе так внутри говорится, ах, так тебе и надо. Смотришь, человек, который тебя подрезал на дороге, едешь, через 10 минут он стоит с пробитым колесом, и ты говоришь, ах, есть на небе Бог. Нам так хочется, нам так просто и естественно в этом процессе участвовать, и мы не замечаем или не задаемся вопросу, скажите, а чьей радостью мы радуемся? Вы знаете, мы привыкаем думать, что дьявол где-то так вот, кто знает где. Мы себе тут сами по себе живем, как хотим, так и живем. Никто нам не указ. И тут Бог приходит нам со своим спасением. И мы еще торгуемся, мы еще сопротивляемся, мы еще договариваемся с Богом. Бог, хорошо, я буду служить, но почему каждое, что в воскресенье ходить в церковь? Нет, это много. Давай, Господь, я на Пасху буду ходить и на Рождество, хватит тебе. Вопрос у меня сегодня, как далеко ты пойдешь за Господом? Когда Бог нас позвал, Бог нас позвал не только, чтобы спасти наши души, Бог нас позвал, но Он желает, чтобы мы за Ним пошли. Бог нас призвал в такое прекрасное, удивительное путешествие на всю жизнь, которое называется спасение. Спасение, это не просто случай, это не просто молитва грешника, это не просто водное крещение. Спасение, это процесс, который начинается с молитвы грешника, который начинается с водного крещения, но Он продолжается, потому что Бог будет работать с тобою ровно столько, сколько ты Ему позволишь. Извиняюсь. кто из вас покупал сотовый телефон? Когда вы покупаете сотовый телефон, вы приходите, и вы говорите, я хочу купить сотовый телефон. И человек за прилавком очень сильно обрадовался. Он не ложит вам телефон на прилавок и не говорит, сто долларов, и пошел вон отсюда. Когда вы Ему сказали, что вы хотите купить сотовый телефон, вместо того, чтобы дать вам телефон, Он вам задает кучу всяких вопросов. Он задает вам вопрос, а какой вы телефон хотите? А какой план вы хотите? Вы знаете, что вы можете купить план? Извиняюсь. Вы можете купить план за 25 долларов. И все хотят купить план за 25 долларов. И я тоже хочу купить план за 25 долларов. Видели рекламу, прихожу, я говорю, хочу купить план за 25 долларов. Все. Уже настроился купить план за 25 долларов. Скажите, а что я покупаю? Они говорят, ну ты покупаешь 300 минут. А тексты я могу отправлять? Говорят, ну это будет уже стоить вам 30 долларов. О, да? А видео и фотографии можно будет отправлять? Ну это же вам будет стоить 40 долларов. А если я переговорю больше 300 минут, ну это же вам будет стоить, тогда возьмите уже план, который включает все за 70 долларов. Не, ну подождите, я пришел, увидел рекламу за 25 долларов. но то, что я хочу, оно оказывается стоит намного больше. Вы в бизнес какой-нибудь вступали? Вот знаете, сегодня таких много бизнесов предлагают тебе. Стартовый пакет. Хочешь купить за 60 долларов, хочешь за 150 долларов, хочешь купить за 300 долларов, хочешь быть клиентом, хочешь быть бизнесменом, хочешь иметь свой бизнес, все у тебя есть возможности в зависимости от того, не что мы хотим, а от того, что ты хочешь. Наша компания тебе предоставляет вот такие возможности, но ты должен купить пакет, какой ты считаешь тебе подходит. Есть такие бизнесы, правда? Кто-нибудь деньги в банк ложил? На сбережение. Да, конечно, ложили. Процент от чего зависит? Сколько вы ложите и на сколько вы ложите, правда? Если вы ложите таким способом, что вы в любое время, когда заходите, можете занять, вам почти ничего не дадут. Вам дадут процент инфляции в лучшем случае. Это в лучшем случае. А может быть и того нищего. Инфляция 5%, а вам дадут 4,5%. Очень хорошо. И вы думаете, что они сохраняют вам деньги, у меня еще проценты растут. И некоторые люди ложат. Некоторые люди говорят, слушай, я хочу, чтобы мои деньги мне приносили доход. Я хочу положить на лучший процент. Они говорят, хорошо, у нас есть лучший процент, но пожалуйста, вы положите вот такую-то сумму минимум на такое-то количество времени. Так банки работают? Ну а если вы хотите самый большой процент, положите их на 30 лет. Если 30 лет ими пользоваться не будет, не будете, мы им дадим такой-то процент. Но если вы через 15 лет или через 29 лет придете и скажете, мне нужны деньги, ваш процент куда-то испаряется. Скажите, банк вам предлагает такие интересные условия. Как вы думаете, сотовые компании, банки, бизнесы, у кого они взяли вот эти интересные идеи, такие работы с клиентами, где они набрались этой мудрости? Вы заметьте, что когда вы приходите к Богу, вы можете получить минимум. Вы можете получить помолиться молитвой грешника, признать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем и не дай Бог, что случится, вы вечно проведете на небесах. Минимальный план Бога какой? Есть минимальный план, разбойник висел на кресте, помните? Два разбойника висело. У него оставалось жить считанные минуты. Все, что он мог себе позволить, это минимальный план. Господи! Я понимаю, у меня шансов, у меня язык не поворачивается, простите у тебя чудо, я настолько жестокий человек, я столько сделал зла, у меня язык не поворачивается просить у тебя шансов сойти святого креста и что-то изменить. Не буду этого делать, я полностью осознаю свою вину, Боже, мне дороги святого креста нету и не надо, я не заслужил, я злой человек, но Господи, тот минимум, который тебя может быть для меня, поворачивается, поворачивается, я смиряюсь сколько могу, если можешь, помяни мою душу в раю. Аллилуйя! Это самый минимум в отношениях с Богом, чтобы твою душу помянули в раю. к сожалению для многих людей, которые в намного лучшем положении, чем тот разбойник, они не прибиты гвоздями к деревянному кресту, у них нету смертной казни, но к большому сожалению, они приходят к Богу тоже с этой минимальной просьбой, Бог, мне ничего больше его не надо, мне, пожалуйста, минимальный самый дешевый, пакет, который есть за 25 или за сколько там Бог, я все, что я хочу, я хочу вечность провести на небесах, не приставайте ко мне со своими правилами, поведениями, морали, я просто, Господь, хочу провести вечность на небесах, скажи мне, как мне прожить, чтобы туда попасть. Это первая категория верующих людей. Давайте мы откроем деяния святых апостолов. По-моему, 19 глава. с первого стиха, во время пребывания Аполоса в Коринфе Павел прошел верхние страны, прибыл в Ефес Иношетом некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовавши? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещение покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть во Иисуса Христа. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их человек было около двенадцати. Интересно, верующие это люди были? Верующие. Верующие. Апостол Павел задает им вопрос, а приняли вы Духа Святого уверовавши? Вопрос это для верующих людей. Они говорят, а мы даже не слыхали, что есть ли Дух Святой. Вот вам верующие люди. Сколько верующих людей, которые даже не слыхали, что есть Дух Святой. Они даже не слыхали, что Бог имеет Духа Святого. Они даже не слыхали, что Бог хочет что-то от них. Все, что они слыхали, что Бог есть, и с Ним тогда хорошо себя вести. Все. Прекрасные люди, хорошие люди, верующие люди, но они о Духе Святом ничего не слыхали. Сколько сегодня верующих людей, которые о Духе Святом ничего не слыхали. Или слыхали так, что это равно, что они ничего не слыхали. В многих церквях умудряются так о Духе Святом говорить, что ты ничего не поймешь. Ни о духовном крещении, ни о дарах Святого Духа, ни о пророчествах. Как будто этого ничего нет. Это все было во времена апостолов. И не дай Бог, попадешь к этим сектантам, которые на языках что-то бормочут. Упаси Господь, чтобы ты туда только не попал. Такие и есть верования. Это не только в наше время есть. И во времена апостолов были такие верующие. Их было 12 человек. Они собирались, они молились, они верили. И когда апостол Павел задал вопрос по поводу Духа Святого, они, по крайней мере, были честными людьми. Знаете, как красиво, когда верующие люди честные. Они не сказали, ну у нас по поводу Духа Святого есть свое мнение. Они говорят, мы просто не слыхали. Апостол Павел им предоставил возможность, чтобы они услыхали. И когда они услыхали, они говорят, так и мы тоже этого хотим. Так проблема, как ты можешь хотеть, если ты не знаешь, что это такое. Если тебе никто никогда по полочкам не разложил, не растолковал и не объяснил. Тебе все, что может быть объяснили, что ты разбойник, тебе хватит спасения, челобитную до конца своих дней, пожалуйста, потому что отмаливать всю свою жизнь будешь грехи свои. Флаг тебе в руки вперед. Все, что ты можешь видеть в Боге. Но оказывается, в Боге можно видеть немножко больше. Бог нас призывает к большему. Мы с вами читали, что Бог со своей стороны сделал абсолютно максимальный пакет для каждого из нас. Некоторые из вас пришли к Богу, к сожалению, в 70 и больше лет. Я очень рад за ваше спасение. Я очень рад, что вы пришли к Богу в возрасте, но все вам Бог даст, кроме времени, которое ушло. Понимаете? Многие люди, молодые люди, не осознают того здорового, большого, мощного Божьего потенциала, времени, который предоставленный Богом для познания Его и для служения Ему. Итак, первая категория. Это люди, которые узнали о спасении, его приняли и на этом успокоились. Вы знаете, это очень интересно христианство на уровне спасения. Это очень своеобразное. Знаете, чтобы на этом уровне оставаться, нужно будет какую-то построить своеобразную резервацию, чтобы сохранить это. Сохранить, не потерять, потому что статическое состояние, оно очень сложное, потому что мир, все в движении. Понимаете? И поэтому придется вам какие-то ставить заборы, какие-то ограничения, какие-то специфические нормы устанавливать, чтобы сохранить вот это состояние спасения. Да, вы сможете его сохранить. Да, это возможно, но будет очень непросто. Божий план для нашей жизни намного больше, чем просто спасение. Божий план это сила Святого Духа для каждого верующего. Для каждого верующего. Это не только для Папы Римского. Дай Бог, чтобы он был крещен Духом Святым. Это не просто для священника, для пастора. Для каждого верующего Бог дал дар Святого Духа. Сердце нужно приготовить, дар принять и его употреблять во славу имени Святого Господа Бога. Аллилуйя. Поэтому не цепляйся за самый дешевый план. Не ориентируйся на самые дешевые вещи. Если ты захочешь, чтобы Бог с тобою поработал, тебе придется со своей стороны делать определенные шаги, действия, чтобы Божья работа в тебе состоялась. Откройте, пожалуйста, 8 стих 19 главы Деяния апостолов. Пришедший в синагогу, он безбоязненно проповедовал там три месяца, беседуя и достоверяя о Царстве Божьем. Вот синагога удивительная вещь. Две тысячи лет, и там до сих пор просто так проповедовать нельзя. Только, уже в то время, безбоязненно проповедовал. Три месяца беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до двух лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе и Иисусе, как иудеи, так и елены. Итак, первое, спасение. Второе, это принятие Святого Духа со всеми дарами. Третье, это отделение себя для ученичества. Два года жизни в то время, скажите, а что у них не было, куда время потратить? У них что, не было важных дел? Им не надо было на работу бежать, как всем остальным людям? Где они нашли время? Два года они своей жизни выделили. Заметьте, что произошло за эти два года. Результат этой посвященной жизни. все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Интересная библейская школа у них была. Возможно, немножко отличается от нашей, но мы хотим подтянуться. От них надо брать пример. Представляете себе, они два года отдали своей жизни не советской армии. Я отдал два года советской армии. Никаких бенефитов для моей личной жизни не имел и не имею. Ни к пенсии над балку, ни ущерб за здоровье, за мораль. Никаких. Все, что я там потерял, кому это надо? Ушло. И сколько таких пацанов, которые потеряли там свои почки, потеряли там свое здоровье, которые вообще не вернулись. И никто не спорит. Говорят, так надо. Это за родину, за мать. Какая польза моей матери от этих двух лет? По отечеству не имею. Было много пользы без себя. Два года никуда бы не ходил. Государство давало бы мне семь рублей, чтобы я сидел дома и помоял матери. Вот это было, маме была польза. Мне платили два года в месяц семь рублей на печенье. Кому-то на сигареты я не курил, поэтому я на печенье мог потратить. Но говорят, польза была государственная, польза была родителям, польза была обществу. В упор никакой не понимая пользы, но так надо было. Понимаете, законы общества. Пришла тебе повестка, никто не смотрит, хочешь ты, не хочешь. Все в слезы, все в истерику, ой-ой-ой, но пришло. Может быть, есть какая-то польза, что ты какой-то, не знаю, может быть, грубее стал, как-то к боли, может быть, как-то выработал какое-то противостояние. Ну, не знаю, мне кажется, это спорные вопросы. Но тем не менее, два года, почему-то два года. почему не 26 месяцев? Почему не два с половиной года? Вот сейчас переделали там на полтора года, на годы говорят, это все, это уже не армия. Вот надо два года почему-то. Было четыре года, было три года, не работает тоже. Вот вышли все равно на уровень двух лет. Вот, смотрите, лучше, чем Бог, никто не придумает ничего. Даже бандиты, когда обкладывают бизнес со своими этими податями, все равно говорят, самый вариант выгодный это 10%, чтобы бизнес не убить, чтобы бизнес развивался, и чтобы этот бизнесмен не сильно огорчался, когда приходит за конвертом. Это терпимо достаточно. Но сегодня правительство многих стран, они не ограничиваются десятинами. Они 70% накладывают, 80% накладывают. И говорят, Бог такой жестокий, 10% требует с каждого верующего. Вы найдите страну, где платят 10% налогов. На здоровье, на дороге, на полицейских. Найдете такую страну? А в Израиле было 10%. Все. Ты отдал 10%, никто к тебе не приставал. Ты имел благословение и удовольствие, и радость жизни. Поэтому, третий уровень, это уровень, когда люди посвящают свою жизнь для познания и практики проповеди Евангелия. Что делали? Почему все жители узнали? Это что, апостол Павел за два года обошел все дома и постучал в каждый дом и спросил, а вы верите в Господа Иисуса Христа? Кто это делал? Почему стало известным? Потому что студенты или ученики, которые учились у апостолов, они в это время практиковались в проповеди Евангелия другим людям. Послушайте меня внимательно, церковь. И студенты библейской школы, и все верующие, и все особенно долго верующие. Не знаю, почему так получается, но очень часто, чем дольше человек верующий, тем меньше он проповедует Евангелия людям, которых он не знает. Разве это должно так быть? На самом деле, я все больше и больше понимаю, какая ответственность лежит на нас, пасторах, учителях, чтобы мы помогли людям в момент становления познания духовной истины и распространения духовной истины. Бог хочет тебя спасти, Бог хочет тебя снарядить силой Духа Святого, и третье, Бог хочет распространить через тебя истину о спасении, дать людям возможность провести жизнь на небесах. Поэтому это так красиво, когда ты придешь с чем-то дверям, постучишь в их дверь и скажешь, у меня есть цель, я хочу людям помочь. Если люди не знают, как провести вечность на небесах, я могу подсказать, я могу помочь, я могу помолиться, я могу вам рассказать путь, план спасения. Процветает бизнеса, которые научились у Бога, собираются, расскажут вам бизнес-план, разложили раз, подписали клиенту, все четко работает. Все довольны, все смеются. Но откуда они все это взяли процветание? Почему у них получается? Потому что это все божественные принципы, когда ты начинаешь распространять Царство Божие, Царство Божие начинает тебя возвышать. Аминь. Тишина. Конечно, тишина. Если мы это будем делать, поверьте, на следующее крещение не будет восемь человек. На следующее крещение будет восемьдесят человек. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Это возможно, это будет. У нас нет другого пути, мы не будем брать самый минимальный стартовый пакет, мы будем брать максимальную Божью возможность, дарованную нам в Иисусе Христе. Аллилуйя. Аллилуйя. Вспомните, как к Богу обратились, вспомните, были у нас Миша с Инной. У них был Син Даний, который болел, очень сильно болел. Как они спаслись? Они о Боге никогда не слышали, но в один прекрасный день в двери постучали люди и сказали, мы верующие люди, если у вас есть какие-то нужды перед Богом и у вас есть желание, о чем-то мы помолились, мы хотим за вас помолиться Богу ваших предков. Они сказали, конечно, у нас есть нужды, у нас вот есть сынок, который умирает от аллергии, пожалуйста, помолитесь, потому что доктора не могут помочь. Они молятся, Бог его исцеляет, и по седению они верующие Господу люди, и вместе с сыном служат Господу. Аллилуйя! Как работает Евангелие? Скажите, кто знает имена этих людей? Они не стали знаменитостями мировыми, не показали на новостях мировых, что в одно мгновение лучшие доктора Советского Союза не могли ничем помочь умирающему ребенку пришли простые верующие люди, возложили руки, исцелился ребенок, здоровый по сей день, женатый, рожает здоровых детей. Аллилуйя! Слава живому Христу! Но почему-то у нас это представление, что пасторы помолятся, пасторы здесь молятся. Пасторы здесь молятся. Более никто из вас призовите пресвитеров. Но все верующие, имеющие Духа Святого, исполненные Его силой, имеют право идти по улицам, по остановкам, по квартирам, предлагать свои услуги, если хотите, и молиться за больных, они будут выздоравливать по вере вашей во имя Иисуса Христа. Амин! Это то, что хочет Бог. Но мы привыкли, у нас есть привычки, у нас есть стиль жизни, у нас есть определенный опыт. У большинства из нас опыт неудачника. Мы прекрасно знаем все, что у нас не получится, и очень мало знаем вещей, которые у нас получаются. Большинство из нас вещей не получаются. Мы знаем, что мы не можем то, мы не можем то, мы не можем петь, мы не можем то, мы не можем публично говорить, мы не можем то, я стесняюсь говорить людям, мы много чего стесняемся, мы много чего не можем. Но смотрите, что Бог говорит в книге, в Тарозаконе 28 главе. Это когда было еще сказано? Это было сказано еще в те в древние времена те древние времена с 9 стиха это максимальный стартовый пакет если так можно по-человечески назвать это самые высокие проценты самые лучшие вложения самая большая цена но вот гарантии что вы будете получать поставит тебя Господь народом святым своим как он клялся тебе если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его это то что Бог будет делать и увидят народы земли что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя как вам это нравится увидят народы земли что имя Господа Бога нарицается на тебе это гарантия банка это гарантия бизнеса если ты возьмешь вот этот стартовый пакет будешь ходить путями его будешь соблюдать волю его будешь жить по плану максимальному его не остановишься только на спасении и крещении и наговорении ой я крестился я даже на языках могу помолиться пять минут помолись но Бог хочет большего одиннадцатый стих и даст тебе Господь изобилие во всех благах как вам это нравится нравится вам этот пакет в плоде чрева твоего это для замужних для женатых вот в основном относится и не в основном наверное только в плоде скота твоего это для тех кто в сельской местности живет или собачек разводит или кошек или в плоде полей твоих на земле которую Господь клялся дать отца твоим это к балконам тоже наверное относится если вы там выращиваете картошку в Нью-Йорке может Господь благословит что ты на балконе соберешь больше чем люди у себя на грядке такое может быть тоже откроет Господь тебе добрую сокровищницу твою что мы вообще знаем о Божьей сокровищнице вы вообще знаете что у Бога есть какая-то сокровищница какая-то какие-то сокровищ что мы вообще об этом знаем большинство стартовых пакетов вообще ничего не знает о сокровищнице спаслись покрестились молимся 5 минут на языках вот наш стартовый пакет а что там сокровище да ладно лишь бы мне попасть на небо слушайте вы видите фильмы наверное всякие документальные как ищут там Титаник там затонувшие лодки годы прошли километры под водой люди делают корабли вкладывают деньги а вдруг там на этом корабле там один дядька с бочками ехал а в этих бочках не квас был там было написано в бочках квас но там про них прошла информация что в этих бочках слиточки были и желающих туда попасть люди гибли ища сокровища не имея гарантий не имея гарантий только предположение что в бочках не квас был не сок а бочки были упакованы монетами и люди как сумасшедшие туда рискуя друг по перед другом убивая друг друга эти кладоискатели сокровищницу хотели поднять с морского дна а что мы с вами знаем о сокровищнице его там бочки упакованные монетками там поверьте там упаковано а что мы об этом знаем вот это большая печаль что мы не только не знаем а многие даже не интересуемся а описание говорит о сокровищнице Божьей у Бога есть сокровищ откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою небо чтобы оно давало дождь на земле твоей во время свое и чтобы благословлять все дела рук твоих и будешь давать взаймы многим народам а сам не будешь брать взаймы сделает тебя Господь главою а не хвостом и будешь только на высоте и не будешь внизу если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего которое заповедую тебе хранить сегодня и исполнять и не отступишь от всех слов которые заповедую вам сегодня ни направо ни налево чтобы пойти вслед иных богов и служить им единственная альтернатива не служить Богу это другие боги и служение им извиняюсь люди не имеют времени не читать Библию почему а как у них будет время когда им надо посмотреть мыльную оперу им надо сериал досмотреть они же не могут бросить на 15 серии это же будет неправильно 15 уже просмотрели и что сейчас просто так вот бросить и не посмотреть Библию потом можно почитать мы потом все равно читать не будем но мы успокоим себя потом потому что мы потомки мы все что важно потом будем делать а сейчас нужно делать то что нужно делать старые привычки мы даже не замечаем что такие вещи как отсутствие времени очень часто связаны с древними нашими привычками которые еще у родителей наблюдались и поэтому мы просто не способны переломить сядьте и прианализируйте сколько времени вы отдали этому одноглазому ящику в углу сколько вы ему отвели время и не возмущайтесь когда пастор говорит ну хотя бы 10 минут уделите для Библии что это много просят у вас на 2 часа появиться в субботу на собрании много просят послушайте когда люди говорят о том что будут продуктовые наборы раздавать бесплатно люди найдут пастор Майк не рассказывал за этот самый который был на субботу рассказывал нас за поездку в этот в Ульяновск помните он говорил что раздали тысячу продуктовых пакетов наборов и вот церковь обзванивала там людей потому что у людей таких знаете бедных на продукты нету как добраться до церкви они обзванивали как доставить или что и одной бабульке звонит она говорит ничего я такси возьму за продуктовым набором приехать приехал он на такси это такси стоит 6 этих продуктовых наборов но русский человек бесплатно дадут продуктовый набор не волнуйтесь за меня я на такси приеду я никого беспокоить не буду вот так люди понимают советский гуманитарку ну что ты сделаешь люди имеют свой взгляд не волнуйтесь я заплачу за такси я приеду за бесплатными продуктами потому что мне не на что жить мы интересные люди на сериал у нас время есть на болтованию на пустые разговоры у нас время есть на то что они созидают нас время есть на критику у нас время есть на гнев у нас время есть но исполнится духом нету времени спеть Богу и выучить слова песни хотя бы наизусть вот было время время колядок мы собрались там и один из наших родственников когда мы спели наверное вторую или третью песню колядку без песенков без слов он наторопел как вы это все помните он первую песню смотрю глаза квадратные вторую без подглядки наизусть вы что это все знаете наизусть ты скажи сколько ты анекдотов наизусть знаешь наших двадцать колядок рядом не станут ты их помнишь где сотни и нет проблем никто не удивляется но это христианскую песню выучить наизусть заставить себя выучить первый псалом выучить двадцать второй псалом выучить сто двадцатый псалом выучить Евангелие от Иоанна выучить Евангелие от Матфея, выучить наизусть. А зачем? 12 апостолов наизусть выучите. Вы знаете, 30 артистов Голливуда без проблем наизусть. 10 заповедей наизусть выучить. А зачем? Это же надо напрягать себя. Это же так сложно. Поэтому сегодня звучит вопрос. Как далеко ты пойдешь за Богом? Какой стартовый пакет у тебя? Какие у тебя дивиденды? Что ты ожидаешь? Допускаешь ли ты, что Бог в этом городе поднимет через себя церковь 100 тысяч, например? Не, не, я не пришел, чтобы тут Бог в Нью-Йорке, если мне церковь поднимал 100 тысяч. Я пришел просто душу спасти. Good for you. Но это церковь, в которой поднимутся Божьи служители и которые понесут Евангелие по всему миру. Послушайте. Поэтому, возможно, людям, которые просто пришли сюда спастись, будет в какой-то степени некомфортно на каком-то этапе. Знаете, на каком-то этапе нам надо расставаться, надо уезжать, надо идти за Богом. А люди, ой, мы же привыкаем друг к другу. Как? Так зачем нам так хорошо и так всю жизнь? Но Писание говорит, они два года занимались в училище, и Евангелие, Слово Божие, распространилось по всему региону. Не осталось дома, не осталось квартиры, не осталось хутора, на который бы люди не пришли, не сказали. Знаете ли вы, что есть Бог живой, спасающий? Знаете ли вы, что спасение даром, его не надо заслуживать? Знаете ли вы, что Бог имеет для вас благосостоянную судьбу? Знаете ли вы, что Иисус живой исцеляет больных? Знаете ли вы, что воззови ко мне, я отвечу тебе и покажу тебе великое и недоступное? Знаете ли вы, кто это сделает? Бог не сотворил нас, чтобы пересмотреть все фильмы, которые только творятся сегодня на земле. Бог нас не сотворил, чтобы мы сидели перед экранами или перед одним фейсбуком всю нашу жизнь. Бог нас не сотворил, чтобы мы только твитали и больше ничего не делали. Бог нас сотворил, чтобы мы покорились Ему, чтобы мы духовно возросли и чтобы мы распространили Царство Божие. Задай вопрос серьезный твоему соседу. Ты распространяешь Царство Божие? Разбуди его. Может, ему станет некомфортно, может, он покраснеет. Если он покраснеет, значит, он еще живой, значит, еще совесть не умерла, значит, все нормально. Ты распространяешь Царство Божие. Какой твой пакет стартовый? Самый дешевый, самый минимальный или максимальный? Бог сегодня призывает по максимуму. У нас есть целая Библия историй людей, которые пошли за Богом не с минимальным стартовым пакетом. Они пошли за Богом по максимуму. Послушайте, это может по-человечески казаться необычным. Скорее всего, это будет необычным. Скорее всего, ты будешь чувствовать дискомфорт. Скорее всего, это будет дело непривычное. Скорее всего, не все внутри будет соглашаться. Но, милый мой, награда великая впереди. Нет времени говорить о примере апостола Павла, нет времени говорить о примере Тимофея, нет времени говорить о примере Иосифа, нет времени говорить о многих героях, которые взяли у Бога максимальный стартовый пакет. они вошли в историю. Послушайте, если бы здесь, в Нью-Йорке, на каждом углу была церковь, на вкус и на цвет и на выбор, мы бы сегодня смогли бы с вами расслабиться и приходить по субботам просто петь и ничего больше не делать. Но послушайте, как мы далеко от того, что здесь все знают Бога и спасены. Как мы далеко. как этот город нуждается в тружениках, настоящих, посвященных тружениках, мужчинах и женщинах, которые взяли у Бога максимум и то, что Бог дал, они ухватили за Него всем своим местностям и сказали, Бог, вот я. Как апостол Павел ответил, что повелишь мне делать? Он не сказал, Бог, у меня есть, пожалуйста, только условия. Я могу выделить тебе четверг, субботу, ну, воскресенье до обеда. Все. Больше меня не трогай, пожалуйста. У меня есть семья, у меня есть работа, у меня есть свои дела. Пожалуйста, пойми меня, я в Нью-Йорке живу. Ты знаешь, сколько аренд стоит. Ты знаешь, сколько все. Поэтому Богу нужны люди, которые скажут, Бог, вот я. 24 часа, 7 дней, неделю. Пойду учиться, пойду молиться, пойду читать, изучать и пойду другим говорить, которые не знают то, что уже знаю я. Не напрягайтесь учителя, людям, которые знают больше, чем вы знаете. Найдите людей, которые не знают то, что знаете вы, и поделитесь простым. и они вам скажут в один день спасибо и их дети, как я благодарен детям, которые посвидетельствовали моему отцу, который 22 года умирал от алкоголя. А в Западной Украине в послевоенное время 22 года было пацану, выросший без родителей, никому не нужный, не знал, что с собой делать, просто умирал от алкоголя. Под забором нашли его друзья и сказали, «Ты нужен Господу». И его ответ был простым. «Вы серьезно?» Они сказали серьезно. Они привели его в церковь, на церковное собрание, полу стоящим на ногах. Сила Божья коснулась, он вышел из этого служения полностью трезвым. Это было первое сверхъестественное чудо и с этого момента. Я всю свою жизнь, папа умер, было 75 лет, я ни разу не видел, как папа употреблял глоток спиртного в своей жизни. Вырастил нас в десятерых детей. Какое спасибо людям! Я готов встать на колени перед любым человеком, который сделал это моему отцу. Не все согласились, не все сказали, что это классно. От моего отца отвернулись все наши родственники. Долгое время на нас его уже детей смотрели, как на людей третьего сорта. Но поверьте мне, там на нас никогда не смотрели, как на людей третьего сорта. И это самое главное. В школе смотрели, на улице смотрели, в обществе смотрели, в колхозе смотрели, в сельсовете смотрели, в военкомате смотрели, на призывной смотрели. Но я знаю одно место, где никогда не буду смотреть на тебя, как на второй сорт и на третий сорт. Если ты сказал, Господь, вот я, возьми меня, ты будешь там на главных ролях. Бог сказал, сделаю тебя главою, а не хвостом. ты годишься Богу, если Бог тебя спас, призвал, ты годишься Богу на лидирующие роли. К этому готовься, к этому предоставь себя. До этого настройся, потому что Бог для тебя приготовил лидирующие роли, о которых мы поговорим с вами в следующий даст Бог раз. Давайте мы встанем. Аминь. Как далеко ты пойдешь за Богом? Как далеко ты готов за ним идти? Сколько минут в день ты ему готова дать? Сколько часов в неделю ты готов ему посвятить? Сколько вечеров в неделе? Сколько ты Богу сможешь сказать, Бог, вот это я могу тебе дать? Только не говори такой поверхностный я все тебе Господь отдал и живу как я хочу. Это не отдал. Отдал это конкретно отдал. Студенты в близкую школу не знают, что такое отдать. Когда другие идут на день рождения, ты пошел в близкую школу. Когда другие куда-то идут, ты говоришь, пошел, 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 пошел. Ты сказал, мне два года, я посвятил себя и я там. И это невозможно везде успеть. Невозможно и фильмы все пересмотреть. Вы знаете, мы уже смотрели эти фильмы, уже ходили по дням рождения. Это все очень классно, все хорошо. Но послушайте, мы жили, не зная его воли. И мы даже не знали, что мы по дьяволу в воле жили. Мы на него мельницу в воду лили. Ему было хорошо и радовался. И мы вместе с ним, как полуразумные, радовались этой безумной, нечистой радостью. Неприятно сегодня вспоминать эти даже вещи. «Бог, как так случилось? Как так случилось?» Знаете, рядом с нами жил дедушка один, друг моего, дедушка моего друга. И он заикался. Знаете, мы издевались, мы делаем такие всякие штучки, стучим ему там в окно, ниточку привяжем, он выбегает с фонариком, ищет нас. Знаете, растревожится старичок, знаете, уже заикается, идет к родителям, красется. Родитель видит, что мы зло творим, наказывает нас, мы плачем и смеемся. И я думаю, Боже мой, я нашел этих внуков, этого друга, я пришел, впал на колени, сказал, простите меня, мне так стыдно, стыдно, что я вытворял. Вы понимаете, почему у Бога нету внуков, понимаете? Я вера в верующей семье, а мне очень стыдно. И с одной головой вроде соображал. Понимаете, каждому из нас нужно свое освобождение от своих бесов, от своих бесовских этих блок, извините меня, понабирались каждый свои. Мне очень стыдно. Я благодарю Бога, что я, хоть позже, но я осознал, что это было зло. Слава Богу, что я не заикаю, не дети мои. А если бы заикались, это было бы, знаете, небольшое наказание. Но Бог милосердный благословил при всех моих грехах, благословил в прошлом воскресенье моя старшая дочь приняла водное крещение. Какая радость для меня. Какое благословение. Когда дочь пришла и сказала, папа, я хочу креститься, вы знаете, я еле сдержал крик внутри. Что ты по этому поводу, папа думаешь. Я сдержал всего себя, я очень скромно ответил. Я очень этому рад. Но вся моя внутренняя сходила кричать, аллилуйя. Я просто не хотел моими эмоциями повлиять на ее решение, потому что это ее решение. Она выросла в доме пастора, она выросла в доме христианском. И она в 15 лет осознала осознала и решила сидеть за Богом. Как мне приятно. Мои дети здоровы, мои дети хотят служить Богу, что большего можно видеть на этой земле, дорогие. Какой пакет ты выбираешь за Богом идти? Сколько ты хочешь отдать Богу себя? Сколько? От тебя это зависит, потому что Бог сделал все. Нету чего-то, что Бог должен поменять в отношении тебя. Он избрал тебя в праве Иисусе Христе. Он избрал тебя на лидирующей роли. Мы поговорим в следующий раз с Богом. Позволь, мы раскроем эту тему, как быть лидером, которым Бог хочет видеть тебя, видеть тебя в обстоятельствах этой жизни, на которой Бог высвобождает ресурсы, помазание, Духа Святого, знание, информацию, все для тебя, чтобы ты таким состоялся. Поверьте, Бог не хочет проиграть ни в одном случае. Бог, беспроигрышный Бог. Аллилуйя. Давайте поднимем к Нему руки и благодарить Его будем за Его благодать, за Его любовь. Отец Небесный, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твою силу искупления, за милость Твою и избавление, Господь, за то, что Ты милосердь нам. Господи, мы не всегда осознавали нашу греховность и наше погибельное состояние. Господи, но идя за Тобою, Твой свет, Твоя истина просвещает нас, и мы начинаем видеть то, что раньше не видели. Начинаем плакать, над чем раньше смеялись. Господь, благодарим Тебя за открытые глаза, за работу Духа Святого и Слово Твое в нашей судьбе. Господь, мы пошли за Тобою. Мы посвятили Тебе нашей жизни. Мы хотим видеть славу Твою в нашей жизни, в нашем городе, в нашей стране. На этой земле, Господь, да будет воля Твоя и на земле, как на небеса. Это девиз, это двигающий фактор нашей судьбы. Да будет воля Твоя. Помоги нам в этом, Господь. Помоги сегодня каждому человеку, который решается идти за Тобою по максимуму. Господь хочет сотрудничать с Тобой по максимуму. Господь, видеть волю Твою в своей судьбе. Благослови тех, кто сегодня сказал Тебе да, кто сказал Тебе, Господь, добрую совесть до конца своих дней. Господь, я верю, Ты принял. Я верю, это уже записано в Твоих книгах. Я верю, это уже отмечено, Господь, в духовном мире. Господь, Ты составил свои печати, подтверждающие эти слова. Благодарим Тебя. славим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Пожалуйста, дайте себе кофе. Прошу. Давайте мы останемся стоять пока в Божьем присутствии. И сегодня мы слышали Божье Слово. Псание говорит, что мы без Бога жили для дьявола. И сегодня есть люди, которые слышали, если у вас Слово это Божье коснулось, и вы никогда еще не сделали то, о чем написал этот апостол Павел в послании эфесянам, что через веру в Иисуса Христа, через наше покаяние мы переходим в царство тьмы, в царство света, в царство Сына Божьего Иисуса Христа. Если вы хотите свою жизнь отдать Господу, посвятить, принять его, войдите сюда вперед, мы вместе с вами помолимся, мы поможем вам это сделать. Саня говорит, если своими, если своим сердцем будет, устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, кто спасешься. И всякий, кто призовет имя Господне спасется. Это ваш день сегодня. Это ваш день. Ваша дочь приняла крещение, это ваш день сегодня. Аллилуйя. Если есть еще люди, если есть еще люди, давайте мы просто поднимем наши руки и еще будем благодарить Господа. Мы дадим вам еще шанс. Мы не хотим никого, не надо никого толкать, не надо никого насиловать. Это решение личное каждого человека. Всякий, кто призовет имя Господне, тот спасется. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Отец Небесный. Благодарим Тебя, Господь, Дух Святой, за Твое присутствие здесь, за присутствие Твое, Господь. Благодарим Тебя. Продолжай свою работу, Господь, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Господь, Твое слово говорит, что никто не может прийти к Отцу, если его не привлечет Дух Святой. Дух Святой, благодарим Тебя за то, что Ты влечешь сегодня сердца людей. Благодарим Тебя за то, что Ты даешь покаяние, Господь. Пусть придет истинное покаяние, Господь. Истинное рождение да будет во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Максим. Боже, спасибо Тебе. Боже, мы благодарим за Боже, Твоих детей, Господь. Боже, благодарим за действие Духа Твоего Святого. Боже, спасибо Тебе за это время. Сегодня, Боже, время благоприятное. Сегодня день спасения. И мы поступаем правильно, когда просто не откладываем этот момент, потому что позже просто мы уже можем быть не настолько открыты. Поэтому мы благодарим Бога за действие Его благодати в нас. И даже Писание говорит, ничего не можем делать без Него. И даже вот так, если брать искренне и честно, даже покаяться не можем без Него. Только когда Он к нам прикасается Духом Своим. И давайте сейчас повторим эту простую молитву. И пригласим Господа в наше сердце. и весь зал и все брать и сестры, все люди, которые здесь помогут Вам. А Вы просто повторяйте за Многим. Все вместе будем повторять. Помогите Господь. Спасибо Тебе. Дорогой Отец Небесный, мы благодарим Тебя за жертву Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим Тебя за кровь, пролитую за каждого из нас. Господь Отец, в общем, я принимаю Твою жертву и я прошу Тебя Господь Иисус, войди в мое сердце, стань моим Господом и личным Спасителем. Прости все мои грехи о тех, которых знаю и о которых не знаю. Убили мою одежду Божию своей кровью. И я Господь провозглашаю перед ангелами Божьими и перед сатаной, что Ты мой Господь и мой Спаситель. Спасибо тебе, дорогой Отец, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Амин. Аллилуйя. Хорошо, давайте мы благословим. Я вас поздравляю. Поздравляю тебя. Благослови вас, Господь. Аллилуйя. Благослови. Знаете, здесь такое присутствие Святого Духа. Я не знаю, что вы в этом зале чувствуете, но здесь такое присутствие мощной Духа Святого. Он просто так не приходит. Он пришел приветствовать вас. Он пришел принять эту молитву. Он ждал этого дня. Он стучал в ваше сердце так долго. Мы хотим благословить молитвой и благословением. Все, кто желает им благословения, простите ваши руки, пожалуйста. Посмотрите на эти руки, которые желают вам благословения. Это руки Иисуса. Это руки Господа, которые благоволят к вам и благословляют вас. Господь, Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за Твое нежное присутствие здесь, среди нас. Господь, мы знаем, что там, где Ты, там жизнь, там, где Ты, там здоровье, там, где Ты, там достаток, там, где Ты, Господь, там добрые перемены, там, где Ты, Господь, там святость, там что-то новое будет. Иисус, благодарим Тебя за новый день. Благодарим Тебя за чудеса Твои, за чудеса исцеления, чудеса, Господь, Твоей милости, все прощения, обновления. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы благословляем. Просим, Господь, Твоего прикосновения. Во имя Иисуса Христа, Бог Божий, прикоснись могущественно. Во имя Иисуса Христа, Господь, благословляем. Во имя Иисуса, Господь, прикоснись, соверши Твои чудеса, Господь. Благодарим за благодать, которую Ты уже явно делаешь, Господь, проявляешь сегодня. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса, благословляем, Господь. Во имя Иисуса, О, Дух живого Бога, благодарим Тебя, Аллилуйя, слава Тебе, Господь, подарите Иисусу аплодисменты, Он достоин хвалы, Аллилуйя, Аминь, поздравляем, вот такой прекрасный подарок дочери на день рождения, Аллилуйя, дочь сделала подарок маме, мама сделала подарок дочери, Аллилуйя, слава Богу, пожалуйста. Пройдите, Лена, пожалуйста, подойдите, оставьте свой телефон, какая-то информация, чтобы мы за вас молимся, пожалуйста, высадитесь на ваши места пока. Я хотел бы попросить вас еще, давайте мы еще пару минут, и мы сегодня провозгласим наше обетование, для того, чтобы войти в этот максимум, послушайте внимательно, о котором говорил пастор Слава. Нам недостаточно просто принять Иисуса, это только начало, недостаточно быть криченым, Дух, чтобы войти в полноту потенциала. И Господь дал нам все необходимое для этого, Он дал нам Дух Святой, Он дал нам имя Иисуса, и Он дал нам свое слово. Когда-то Бог послал Моисея освобождать Израиль. Он говорит, каким образом? Он говорит, что в твоей руке? Он говорит, джезл, брось его. Он стал змеем. Потом говорит, возьми. Господь показал силу свою. Слово Божье в наших устах, это как джезл, который Бог дал Моисею. Это очень важно, очень важно нам это понять. Кто из вас провозглашал и выучил наизусть это местописание, которое мы говорили в прошлый раз? Кто из вас это делает? Я думаю, что вы поймете это еще больше постепенно, потому что Слово Божие – это основание для отвеченной молитвы. Молитва – это не просто уговаривать Бога, это провозглашать Его Слово. Давайте мы провозгласим сейчас то, что было на прошлой неделе. Вместе со мной все, громко и вместе. Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не Сын Человеческий, чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет, говорит и не исполнит. Халлелуя! Давайте мы на эту неделю будем провозглашать это местописание. Оно всем известно. Исайя 55 глава. Исайя 55 глава. Последний стих 17. Давайте мы провозгласим Божье Слово, когда мы провозглашаем Его с верой. Божье присутствие высвобождается в нашу жизнь. Можете открыть вашу Библию вместе со мной еще раз. Исайя 54 глава, я извиняюсь. 54 глава, 17 стих. Давайте вместе провозгласим. Ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться со мною на суде, я обвиню. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Давайте мы еще один раз это сделаем. Ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться со мною на суде, я обвиняю. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Аминь. Аллилуйя. Господу отдайте большую-большую славу. Вы можете сесть все, кроме людей, которые приняли крещение. Я просил бы вас всех, те, которые приняли крещение, пройдите сюда вперед, пожалуйста. Аминь. Аллилуйя! Хочу представить официально церкви людей, которые приняли водное крещение, и вручить сертификаты от имени церкви, которые мы приготовили. Пожалуйста, это будет у нас Валерия Колесникова. Пожалуйста, поздравляем. Благослови Господь. Татьяна Фуревич, если я правильно произношу. Поздравляю. Благослови Господь. Это у нас будет Татьяна Камерер. Правильно произношу? Вот такие имена украинские интересные. Аллилуйя! Благослови Господь! Елена, сказка! Елена, ты... Не только, ты просто загадка целая. Благослови Тебя, Господь! Аллилуйя! Мы очень рады! Аллилуйя! Брат Валерий Перлюк. Здесь брат Валерий. Мы вас поздравляем. Благослови Господь! У нас есть брат Джозеф. Конградилейшн, брат. Год блэш ю. И у нас есть Светлана Сас. Поздравляем, Светлана. Благослови Господь! Аллилуйя! И у нас есть Мария Глэк. Мария Гитаю. Поздравляю. Благослови Господь. Вы можете стать красиво сертификатами для фотографий. Пусть вас сфотают. И мы помолимся, провозгласим молитву, благословение. Сертификаты все видно? Сертификат. Вот так, чтобы вы видели. Всем красиво. Гарно. Аллилуйя. Еще раз. Еще много-много раз. Это только начало. Это только начало. Это только начало. Аллилуйя. Только великое Божье начало. Давайте мы поднимемся и провозгласим молитву Моисея. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе шалом. И весь народ сказал Аминь. Аллилуйя. Вы можете прийти, кто имеет цветы, поздравить, кто еще не поздравил. Поздравьте их, благословите. Если у вас были дни рождения, вы можете прийти сюда наперед. Мы за вас тоже совершим молитву, благословение. И с миром Божьим пойдете домой. Есть у нас именинники? Хэппи Бёрзды. Кому поем? Аллилуйя. Поздравляйте. Взмите руки, благословляйте. Есть у нас именинники? Ждем. Нет именинников? Следующие. Идут, да? Аллилуйя. Хэппи Бёрзды. Хэппи Бёрзды. Хэппи Бёрзды. Хэппи Бёрзды. Братья и сестры. С днем рождения. Хэппи Бёрзды. Хэппи Бёрзды. Господь, мы благословляем всех наших драгоценных именинников. Господь, Господь, Твоя рука милости, благодати, Господь, будет на каждом из них, Господь. Господь, во имя Иисуса мы просим Тебя. То наследие, Господь, те благословения, сокровища, которые Ты имеешь для каждого, пусть, Господь, они придут в их жизнь. Во всей полноте, в имя Иисуса мы благословляем каждого именинника. И весь Божий народ сказал Амин. Аллилуйя. Поздравляйте друг друга, благословляйте друг друга. Несите Божий свет и Божью любовь. Куда ступит Ваша нога с миром Божьим? Аминь. И кто хочет вкусной рыбки, подойдите ко мне. Несите Божьим. Божьим. Субтитры подогнал «Симон»